В ролях Диего Бертье, биолог Альминарес, Джахайра Орта, Альберто Исова, Эвелин Сантос, Фернандо де Сориа, Денис Гибо, Оль Вега и другие. Оператор Фернандо Вера, композитор Виктор Даниэль, автор сценария Анни Фондер Дайс, режиссеры Альбас Альбин, Тони Вега, продюсер Луис Льоса Уркиа. 54-я серия. 55-я серия. Почему ты не поговорила с Филиппом? Если уж ты говорила с двумя кретинами, вряд ли бы тебе повредила беседа с третьим. Сильвия, как ты не понимаешь, это невозможно. Стоит мне увидеть его, как я тут же всё прощу. Даже эту глупую историю с Каролиной. Когда он рядом, я ни о чём не могу думать. Мне хочется, чтобы он без конца меня целовал. Ты боишься влюбиться в этого урода? Я ничего не боюсь, и он не урод. И я уже люблю его. Думай, что хочешь, но я люблю его. Я готова умолять, чтобы он никогда не оставлял меня одну. Чтобы обнял, поцеловал. Только бы мы были вместе. Неплохо. Конечно, бывает и лучше, но это уже неплохо. Спасибо, сеньора, я очень старался. Хорошо. А теперь я жду объяснений, что у вас произошло. Мама, я не думаю, что тебе будет приятно это слышать. Не надо за меня решать. Если ты честно всё расскажешь, я смогу тебе чем-нибудь помочь. Видишь, Филиппа, мама добрая. Мама хочет тебе помочь. Помолчи. Я не твоя мать. Не вмешивайся. Уверена, всю эту кашу заварил именно ты. Я? Ты подавал дурной пример моему сыну. Это я-то? Ты. Мама. Ты. А теперь молчи. Не выводи меня из себя. Давай договоримся, Густаво. Сейчас ты пойдёшь на кухню и приготовишь мне сок. Умираю, как пить хочется. Только хорошенько вымы апельсины. Льда не надо. Здешняя вода, видимо, чем-то заражена. Хорошо, как скажете, я мигом. Ты же знаешь, мама, Густаво всегда такой. Иногда мне кажется, что у него не всё в порядке с головой, но в том, что случилось на этот раз, он никак не виноват. Я взрослый человек и могу принимать ответственные решения сам. Если бы было так, ты бы давно отделался от этого придурка. Давай оставим в покое его умственные способности. У нас есть более важные проблемы. Мама, мне бы очень не хотелось обсуждать свои дела с тобой. Я твоя мать. И я могу тебе помочь. Но ты должен мне всё рассказать. Я не нуждаюсь в твоей помощи, потому что в состоянии сам справиться со своими делами. Когда-то ты сам справлялся со своими проблемами. Ты даже родиться сам не мог. Без посторонней помощи ты можешь только вляпаться в историю и создать себе и другим проблему. Интересно знать, как тебе удалось за четыре года промотать состояние, которое твой отец зарабатывал всю жизнь. Тут нечего рассказывать. Просто мы с Густаво приняли неверное решение. Густаво, это твоё самое неверное решение. В жизни не встречал таких идиотов. Ты не понимаешь, в какой-то момент цены на акции резко пошли вниз. Я подумал, что можно рискнуть и купить ещё. Поздравляю. Доверить Густаво – такие важные операции. Это всё равно, что выбросить деньги на помойку. Причём здесь Густаво? Это была моя идея. Рискнул, но не получилось. В этом смысле ты прав. Вы с Густаво – два сапога пара. Пара безответственных идиотов. Надо же. Взять отцовские деньги и начать швырять их на ветер. Не жалко. Не вы же их зарабатывали. Ты же не в одну минуту всё потерял. Было время подумать. Я остановился, мама. Потом всё обдумал и выработал новую стратегию. И? И снова проиграл. На этот раз даже больше. По правде говоря, я ожидал совсем другого результата. И это ты называешь результатом? Ты слишком мягко выражаешься, мой дорогой. Это конец света. А твой Густаво предсказывает нашей семье полный крах. Как ты мог, Филиппо? Как ты мог? Где мои картины? Мебель? Где всё, что было собрано с такой любовью? Мама, что ты придумываешь? Ты за всю свою жизнь не купила ни одной картины и домом никогда не занимался. Но я платила дизайнерам. У нас были настоящие произведения искусства. А ты наверняка продал их за бесценок. Первому встречному. Откуда ты знаешь, кому я их продал? Ты бы очень удивился, если бы узнал, сколько всего я про тебя знаю. Завтра же сделаем ДНК-экспертизу. Должна же иметь надёжные доказательства, что именно ты мой сын. Что тебя не подменили в роддоме. И я не успокоюсь до тех пор, пока не найду своего ребёнка, где бы он ни был. У вас, Густава, должна быть одна мать. Иначе откуда взяться таким двум одинаковым разглядяем? Свято уверен, что деньги в этом мире существуют лишь для того, чтобы ими бросаться. А самое ужасное, что и деньги-то не ваши. Это не чужие деньги, это мои. Только потому что отца больше нет с нами. Четыре года. Всего четыре года тебе понадобилось, чтобы промотать состояние, которое отец тяжким трудом зарабатывал всю жизнь. Ничего нет. Как саранча прошла. Хотя твой понадобилось семь лет. Как ты мог? Что надо было делать, чтобы наш уютный дом превратился в руины? Разве мы с отцом тебя это мучили? Разве отец не предупреждал, что биржа – это место, где в одночасье спускают целое состояние? От тебя требовалось только одно – вести себя разумно и продолжить дело, начатое отцом. Это несложно. Что несложно? Работать несложно. Работать. Тебе знакомо значение этого слова? Хотя откуда? Ты же первым делом продал все энциклопедии, которые у нас были. Только работа дает деньги. Работа лежит в основе любого состояния. Твой отец работал, чтобы разбогатеть. Какой достойный, благородный был человек. Слава тебе, Господи, что он не должен до этого дня Филиппа. Будь он сейчас жив, он бы умер на пороге нашего дома при одном взгляде на это безобразие. Какой ужас! Все, Алисия, все решено. Я говорил с Эвой и объяснил, что так для нее будет лучше. Конечно, я обещал всегда быть рядом, чтобы защитить ее, если Филиппе Кастильо вдруг что-то задумает. Боже мой, ты все о том же. Алисия, Филиппе Кастильо не пара для Эвы. Ей нужен другой человек, который бы любил ее, заботился о ней, относился бы к ней всерьез, а не как к очередной подружке. Конечно, я сказал, что она может выйти за него замуж, чтобы решить свои проблемы, а вовсе не для того, чтобы он решал свои за ее счеты. И что она ответила? Обещала подумать. Опять подумать? Мы вернулись к тому, с чего начали. С чего ты взяла, Алисия? У нее больше нет иллюзий. Она понимает, что к этой свадьбе надо относиться как к работе, как к выполнению своих служебных обязанностей. Об остальном она может не волноваться. Я всегда рядом, если надо, подстрахую. Она всегда может на меня положиться. Но при этом она должна понимать, что кроме меня никто не сделает ее счастливой. Ты так думаешь? Насколько мне известно, Эве нравится Филиппе. Очень нравится. Я бы даже сказала, извини, конечно, что Эва любит Филиппе. Нет, Алисия, ты ничего не понимаешь. Тебе это просто кажется. Эва слишком наивна. Любому подонку достаточно сказать пару комплиментов, и она поверит ему всей душой. Да, ее очень легко обмануть. Именно поэтому я и должен всегда быть поблизости, чтобы защитить ее от таких, как Филиппе Кастильо. Я ей все это объяснил. Она успокоилась и приняла наши условия. Но контракт не подписала. Обещала подумать. Не подписала. Но я больше чем уверен, что подпишет обязательно. Мне не хочется снова ошибиться. Не знаю почему, что ты меня останавливаешь. И правильно. Этому типу стоит посмотреть на тебя, и ты тут же таешь. Готова броситься ему на шею, умолять, чтобы он не оставлял тебя. Ты готова отдать ему всю себя. Еще чуть-чуть, и ты скажешь ему, я твоя и только твоя. Делай со мной, что хочешь. Не выдумывай. Знаешь, что самое интересное? Он один из них троих не предлагал тебе ничего взамен. В одном его поцелуи для тебя вся жизнь. И если ты из-за ревности и Лизы дурного характера потеряешь такого парня, грош тебе цена. Подумай об этом. Мне очень бы хотелось узнать, что ты собираешься делать. Меня не устраивает, чтобы ты осталась одна. И знаешь, что самое страшное? Не то, что ты промотал все наследство, и не то, что превратил дом в помойку, а то, что ты запятнал безупречное имя нашей семьи. Что за выражение, мама? Прямо как в пошлом мексиканском сериале. И вообще о чем ты? О чем? Об этой программе, в которой тебе пришлось участвовать ради денег. Денег? Ради каких денег? С чего ты взяла? Кто тебе сказал такую глупость? Никто. Я сама знаю. Это же ясно. Как дважды два четыре. Или у тебя была другая причина корчить себя дурака. Знаешь, мне надоел этот разговор, мама. Я ничего не обязан тебе объяснять. С какой стати? Я участвовал в программе, потому что мне так захотелось, и женюсь, потому что мне хочется. Да, я не позволю тебе жениться. Неужели? Забудь об этом. Ты не станешь посмешищем всей страны, женившись на этой кухарке. Я тебе запрещаю. Мама, ты зря теряешь время. Я давно уже совершеннолетний, и мне не надо твоего разрешения на брак. Хватит мою командовать. Зачем ты вернулась? Чтобы руководить мной? Говорить, что я могу делать, а что нет? Я вернулась, чтобы спасти тебя, чтобы финансовое положение семьи не ушло на дно. Но вижу, я поздно приехала. Я не дам тебе жениться на этой женщине. Если же ты не прислушиваешься к моим словам, то вылетишь из этого дома как пробка. Это мой дом. Я на порог тебя больше не пущу. Ушам своим не верю. Этого не может быть. Мама, неужели ты способна выставить меня на улицу? Я долго отказывалась верить, что у меня такой бестолковый сын. Но теперь ничего не поделаешь. придется это признать. Но ты не можешь выгнать меня из моего дома? Кто мне запретит? Ты же продал здесь все, даже воду из бассейна. Если ты останешься еще хоть на месяц, мне жить будет негде. Отправляйся к своей кухарке, живи где угодно. Или даже на это у тебя денег не хватит. Пойми. По твоей милости мы полностью разорены. Сам виноват. Мне уже все равно. Живи хоть под мостом. И не надейся, что я оставлю тебе этот дом. Я скорее все брошу и запру его на замок, чем позволю тебе жить здесь с твоей девицей. Ты этого не сделаешь, мама? Сделаю. И не будет меня жаль? Нисколько. Ты же сам сказал, что я тебе больше не нужна. Ты человек взрослый, самостоятельный, способный сам принимать решения. Отлично, действуй. Начинай новую жизнь с этой девицей. Работай, как положено мужчине. Если ты на ней женишься, Филиппо, обещаю, ноги твоей не будет в моем доме. Более того, я заставлю тебя отказаться от нашей фамилии. Только я достойна носить фамилию, которую твой отец дал мне еще до твоего рождения. Я понимаю, этого совершенно недостаточно, но, может быть, все-таки пригодится. Что ты, Педрито, и за это спасибо. Для меня самое главное знать, что ты готов поддержать меня в любую минуту. Если что-нибудь нужно, звони. Не знаю, сломается что-нибудь или перегорит, скажи, я попрошу Гонсу, он в этом специалист. Большое спасибо. Если комната окажется слишком жаркой, можно будет повесить темные шторы. Ты же знаешь, я умею их шить. Спасибо, Педрито. За что? Ты же мне как дочь. За все спасибо. Мама, почему ты со мной так поступила? Почему я должна уйти от людей, которых люблю больше всех на свете? Мне так тебя не хватает, мама. Ты нужна мне. Я не могу без тебя. Я никогда не забывала о Валентине, мам, и она понимает, что я делаю это ради нашего сне будущего. Тебе только так кажется, какой девушке понравится, что ее жених женится на другой. Я удивляюсь, как у тебя хватило смелости предложить Валентине такую авантюру. Даже она не заслуживает такого отношения. Разве можно было предлагать ей подождать, пока ты ненадолго женишься на другой? Откуда тебе это известно? Валентина рассказала. Конечно. Даже ее у Мишка хватило, чтобы понять, что пора тебя спасать. Кто лучше матери может помочь ребенку? Кто удержит тебя от роковой ошибки? Мама, давай оставим этот неприятный разговор, это бесполезно. Ни ты, ни кто другой не сможет помешать этой свадьбе, если я так решил. Значит, ты намерен поссориться со мной? Очень жаль. А я так надеялась, что нам все-таки удастся найти общий язык. Я думала, что мой сын повзрослел за это время, стал разумным человеком, научился использовать правильно свои средства. Это точно, мама. Чудес на свете не бывает, ты сама знаешь, люди редко меняются. Вот и ты, все такая же. Может быть, тебе стоит поступить, как всегда, уехать, сбежать от всех этих проблем, оставить меня самого заниматься ими. Ты же всегда так делала. Сколько я себя помню, я всегда сам решал свои проблемы. Это так, мама? Вижу, как ты их без меня решал, Филиппо. Сынок, умоляю, одумайся. Не женись на этой женщине, очень тебя прошу. Мне очень жаль, мама, но это вопрос решенный. Это ты специально, чтобы мне досадить? Нет, ты здесь ни при чем. Я так решил, потому что хочу этого. Пусть я неудачник. Пусть все делаю неправильно. Дай мне жить, как я привык. Во всяком случае, хуже уже не будет. Значит, обещание жениться на Валентине для тебя пустой в звук? Все, что ты обещал отцу перед смертью, ничего для тебя не значит? А что я, собственно, обещал отцу? То, что должен обещать всякий приличный сын. Чтить его память. Знаешь, давай не будем тревожить память отца. Я тревожу его память. Не ты пустил по ветру его состояние, а теперь вдруг решил позаботиться о его памяти. Может, еще скажешь, что и перед Валентиной виновата я. Хотя в чем-то ты прав. В этом есть доля и моей вины. Ладно, мама. Давай расставим точки на Би. Давай, сынок. Если бы я была здесь, этого бы не случилось. Все, хватит. Отец мертв. И ничем уже не может в этой ситуации помочь. Я намерен строить свою жизнь так, как считаю нужным. Тем более, что ты сама именно так всегда поступала. Что ты имеешь в виду? Ты же не спрашивала, согласен ли я, чтобы ты жила с этим господином? С каким господином? С тем самым, с которым ты объездила всю Европу, с твоим Альфонсом. Его зовут Роберто. Во всяком случае, он не создает проблем. Меня это не интересует. Обещаю, что не буду лезть в твои дела при условии, что ты не будешь касаться моих проблем. Хорошо, я не буду касаться твоих проблем при одном условии, если они не будут порочить наше имя, вредить нашему положению. И ты вернешь все, что продал. Но этой свадьбы я не допущу. Клянусь памятью отца, и если только ты посмеешь ослушаться, раскаиваться придется всю жизнь. Она моя дочь, Мигель. Единственная дочь. Кроме нее у меня никого нет. Как это никого? А я не в счет? Ну что ты, только это разные вещи. Она моя родная дочь. Как сейчас помню, когда она родилась, у меня не было ни синтава. И Педрито попросил у кого-то швейную машинку и сшил для нее все, что было нужно. Как все изменилось теперь. Ассенсьон, ведь это естественно, жизнь идет. Я знаю. Но я всегда мечтала, что мы будем друзьями, близкими людьми. А вместо этого моя дочь превратилась в высокомерную и завистливую эгоистку. Она невыносима. Не знаю. Может, ты слишком на нее давишь? Если вам плохо в месте, пусть поищет счастье где-нибудь в другом месте. Мигель, все не так просто. Это легко сказать, а сделать трудно. Она считает, что я никогда не любила ее, не заботилась о ней. Ничего. Вот увидишь, рано или поздно она все поймет и вернется к тебе. Надо набраться терпения. Если бы... Если бы... Мне кажется, что мы никогда не сможем понять друг друга. Конечно, я всегда знала, что наступит день, когда она уйдет от меня. Но никогда не думала, что именно так. Это несправедливо. со скандалом, с обидой, с горечью. Она считает меня своим злейшим врагом. Успокойся. Ничего себе. Это же катастрофа. Кто бы мог подумать? Ты действительно думаешь, что твоя мать способна выгнать тебя из дому? Не знаю, Густаво. Она непредсказуема. Но все равно я не позволю ей вмешиваться в мою жизнь. Если ей так нужен этот дом, пусть забирает. Я слова не скажу. Не хватало еще начать делить имущество. Пусть все берет себе. Кроме мебели моей тети. Я должен вернуть все, что брал у нее. А черт с ней. Пусть мебель забирает тоже. Филиппе, что ты так помрачнел? Это же шутка. Что я, шуток не понимаю, что ли? Только знаешь, Густаво, мне сейчас не до веселья. Расскажи мне любой из твоих анекдотов. Я даже не улыбнусь. Ты не представляешь, как мне плохо. Моя родная мать обошлась со мной как с пасынком. Она такого мне наговорила. До сих пор успокоиться не могу. Если бы ты слышал. Тяжелая. Нет, дорогая Филиппа поставил меня в безвыходное положение. Я же говорила. Чего уж теперь. А ты неплохо устроилась. Очень милый дом, Валентина. Женщина, живущая собственным трудом, не может позволить себе больше. Неужели ты столько зарабатываешь? Никогда бы не подумала, что тебе так недурно платят. Мне нужно кому-то пожаловаться. Я только что говорила с сыном. Старалась, как могла быть, понимающей матерью. Пыталась убедить, что всю жизнь заботилась о нем. Говорила, что он может на меня положиться. И знаешь, что он мне ответил? Ты не можешь себе представить. У тебя нет минеральной воды. Я пью только минеральную. Стаканчик, если можно. Только безо льда. В нем столько микробов. Так что теперь я тебя прекрасно понимаю. Мне жаль тебя. Спасибо, Хисела. Я не хочу сказать, что мой сын пропащий человек. Я предложила помочь ему деньгами, но предупредила Филиппа, я готова дать тебе любую сумму, но только не женись на этой женщине. И знаешь, он отказался. Вот что, я думаю, тут дело не чисто. Не обошлось без ворожбы. Эта кукарка еще и колдунья, хотя, конечно, трава она знает. Ничего удивительного. Женщины ее круга ничем не брезгуют, чтобы превратить мужчину. Может быть, кто-то после возвращения сын странный стал. Иногда просто не в себе бывает, я ему говорю. Я выставлю тебя из дома, выгоню на улицу. А ему хоть бы что? Все равно хочет жениться. Точно тебе говорю, после свадьбы она от него избавится. Не думаю, что до этого дойдет. Единственное наследство, которое Филиппа не промотал, это сходство с отцом, а тот всегда чувствовал угрозу. Надо потребовать, чтобы вы немедленно поженились. У меня не получится. Получится. Любая женщина способна уговорить мужчину делать то, что ей нужно. Для этого Господь и создал ночь. И потом, он виноват перед тобой. Ты такая утонченная, элегантная, изысканная. А тут еще чувство вины. Он не устоит. Скажи, что ты всем ради него пожертвовала. Кроме него тебе никто больше не нужен. Вот увидишь, он сдастся. Филиппа не способен заставить женщину страдать. Он добрый мальчик. Так ты принесешь мне воды? Конечно. Спасибо. Хасэ Луис, мы уже кое-что записали. Сначала был ужас какой-то. Потом я поработал со сценаристом и стало лучше. Да? Вот почему он мне жаловался на тебя. Говорил, что ты не даешь ему работать. Человеческая зависть и неблагодарность. Писать сценарий очень просто. Надо только навык иметь. А кто лучше меня может дать совет сценаристу? Вильмир, оставь человека в покое и дай спокойно работать. Займись лучше своей работой и не путайся у нас под ногами. Договорились? Я только одного не пойму в этом сценарии. Они решили пожениться из-за денег? Ради приза? Или почему-то еще? Что скажешь? Скажу, чтобы ты не напрягался. Все равно тебе не понятно. Свадьба скоро. Я жду Эву, она вот-вот должна принести подписанный контракт. Филиппе позвоню сегодня же вечером и скажу, чтобы зашел к нам подписать свой. А где Алиса? Я думал, она здесь живет, скоро будет. Неужели она у руководства? У руководства? А почему она, а не ты? Потому что хочу дать возможность показать, на что она способна. Может, скоро она сама будет руководить этой программой. Надо же помочь человеку, научить, рассказать, что да как. Она на совете директоров. Докладывает, что у нас все в порядке. Какое благородство, Хасе Луис, я потрясена. Нам всем надо помогать друг другу, тем более, что отпустив Алисию, я взял ее на работу к себе. Надо срочно позвонить этому разгильдяю Филиппе Кастирю. У меня к тебе дело. Надо договориться, когда ты к нам приедешь, чтобы подписать новый контракт. Какой контракт? Я ничего не собираюсь с вами подписывать. Тебе мало было той бумаги, что мы извели в прошлый раз? Еще я Эву заморочил этими документами. Хватит, достаточно. Филиппе, вам обоим все-таки придется подписать контракт. Почему обоим? Ты же слышал, что сказала Эва, она не хочет. На ком прикажешь мне жениться? На твоей бабушке? Эва не хочет со мной разговаривать, не отвечает на мои телефонные звонки и слышать об этом не хочет. О какой свадьбе может идти речь? А что касается вашего проекта на следующий год, я не соглашаюсь на него. Успокойся, Филиппе, приезжай ко мне, поговорим, разберемся. За Эву можешь не волноваться, я уже с ней договорился. Она согласна выйти за тебя на условиях, которые я ей предложил. Что ты ей сказал? А Эва согласна выйти за меня замуж? Этого не может быть, Хосе Лорис, попроси ее позвонить мне, я хочу услышать это от нее самой, я давно уже не верю ни единому твоему слову. Кстати, о каких условиях речь? Наверняка, выгодных только для тебя. Помолчи, пожалуйста. Ты сама мне мешаешь. Вы только посмотрите на этого идиота. Можем запускать программу про семейную жизнь Эвы и Филиппа. Отлично, наша взяла. А у нас все готово к программе о вручении премии. Можешь не волноваться, Каролина, Эва и Филиппе уже в курсе. Что это такое делается? Куда руководство смотрит? Разве можно выпускать непрофессионалов прямой эфир? Они все испортят. Надо отложить передачу, подготовиться и только тогда показывать зрителям. Это еще что такое? Это по-французски, дорогая. Значит, положение обязано. Вильмир, заткнись хоть на минуту. Иначе я тебе такое положение создам, что оно очень сильно тебя обяжет обратиться к врачу. Ладно, если серьезно, сейчас наша главная задача подумать насчет рекламы новой программы. Думаю, ролик надо будет пустить прямо в день свадьбы. А тексты? Где тексты, я вас спрашиваю? Я не могу выйти к публике неподготовленным. В конце концов, я профессионал и не привык запинаться перед камерой. Не привык. Мими, заставь его замолчать. Я за себя не ручаюсь. Хорошо. Помолчи, Вильмир. Замолчи. Хватит вам. Это кольцо выбирал Хасавуис для Каролины. Но нужна ему была только ты. сама мысль, что на тебе могу жениться я, бываем, невыносима. Он с ума сходил. Что ты делаешь? Не надо. Не хочу, чтобы ты его носил. Оно мне нравится. Я хочу его носить, чтобы все знали, что я твоя. Твоя, только твоя и всегда буду твоей. какая-то красивая. Только потому, что ты рядом. Сегодня у меня особенный день. надо отобрать самые трогательные моменты. например, когда он надевает ей кольцо. Можно вставить сцену вручения премии. Я как раз собирался предложить то же самое. А за кадром голос диктора. Вы присутствовали при их знакомстве, видели, как зарождалась эта любовь. Вы присутствовали при их знакомстве, видели, как зарождалась эта любовь. Успокойся, Вильмир, сядь и помолчи. Теперь вы сможете день за днем проследить, как развивается эта история любви. Самый смелый проект телевидения 21 века. Когда я произнесу 21 века, надо сделать так, чтобы удаляющимся эхом повторилось 21, 21, 21. Замолчи. Как бы удавил тебя. Вильмир! Значит, Хосе Луис говорил с Эвой? Да, Густаво, да. И она согласилась выйти за меня. Сколько можно спрашивать? Ушам своим не верю. Зачем ему самому организовывать вашу свадьбу? А что тут удивительного? С самого первого дня нашего знакомства, с самого начала работы в этой программе Хосе Луис Ромеро только и делает, что решает за меня, когда мне жениться и на ком жениться. Вертит нами, как ему заблагорассудится. Я уже сыт всем этим по горло, Густаво. Он достал меня до самых печенок. Еще чуть-чуть, и я сорвусь. Поеду, поговорю с Эвой. А если не откроют, вышибу дверь. Пусть только кто-нибудь попробует меня остановить. Я ни на кого не посмотрю, даже если это будет инвалид в кресле. И ее вертлявые сестрички тоже пусть не суются про французскую мэмру. Я уже не говорю. Всех разнесу. Всех! Филиппо, успокойся. Успокойся. Чего ты так разошелся? Что с тобой? Это так на тебя не похоже. Ты никогда в жизни не кидался на людей. Даже если это маразматичка француженка или паралитик в кресле-каталке. За такие выходки в тюрьму загреметь недолго. Какая разница, Густаво? Я дошел до такого состояния, что способен на все. Ну как, уже успокоился? Да? Кажется, да. Знаешь, кто там пришел? Валентина.